Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 мая. Память преподобного отца нашего, Михаила Исповедника. 24 мая. Испопом Некомедийским, в Патриаршество Святейшего Тарасия, которым оба и были послан в монастырь, находившийся на берегу Черного моря. Подвязаясь здесь в иночицких трудах, оба святые весьма преуспевали в добродетелях, и молитвы их имели великую силу у Бога. Однажды во время жатвы, когда в воздухе стояла невыносимая жара, так что от недостатка воды в том месте многие изнемогали от жажды, святые, помолившись Богу, и по молитвам их сделалось так, что пустой медный сосуд источал воду в достаточном количестве. Так Господь исполняет прошения и молитвы почитающих Его, и преклоняет слух свой к их молитвам. Это чудо напоминало собой то, прежде бывшее в пустыне чудо, когда для изнемогшего от жажды Израиля Бог извел воду из камня, и другое, когда ради Самсона, судей израильского, умиравшего от жажды, Бог источил родник живой воды из высосшей кости ослиной челюсти. После того святейший патриарх Тарасий, видя такую добродетельную жизнь этих преподобных отцов, сиявших как звезды на небе, признал их достойными высокого архиерейского сана. Блаженного Феофилакта он посвятил сан митрополита Никомидии, а святого Михаила посвятил в епископы города Синадос, и оба они посли стада Христова своей жизнью, подавая добрый пример своей пастве. Когда же отошел от здешней жизни ко Господу святейший патриарх Тарасий, а после него принял престол Константинопольской церкви святой Никифор, снова поднялась буря ереси иконоборческой, которая уже была осуждена на Седьмом Вселенском соборе Святых Отец. Нечестивый император Лев Армянин, заразившись той ересью, поднял гонения на церковь Христову, отрицая почитание святых икон и называя их идолами, поклоняющихся же им, подвергая мучениям и смерти. Прежде всего он и знал святейшего патриарха Никифора, а также и прочих православных архиереев сих престолов, а вместо них назначил своих единомышленников-еретиков, и водворилась на святых местах мерзость запустения. В это время святой Михаил явил себя ревностным защитником православия и обличителем еретического нечестия. Укрепляемый и умудряемый благодатью Святого Духа он противоборствовал еретикам и заграждал уста их, поритавших святые иконы. Нечестивый старь Лев, не вынося обличений святого, дерзновенно поритавшего его еретическое заблуждение, предав святителя Христова на мучение. Святой же, не страшась мучений, мужественно отстаивал свои убеждения и сказал императору, «Я, почитая святые иконы Спасителя моего Иисуса Христа и Пречистой Девы и Его Матери, и прочих святых, и поклоняясь им, твое же распоряжение не считаю возможным исполнить». Постромленный Лев, исполнившись гнева, осудил исповедника Христова на изгнание. Гонимый из одного места в другое. Много горьких скорбей и неприятностей перенес святый, пока не достиг обители небесной, не получил покоя вечного. Так кончил он праведную жизнь свою, украсившись двояким венцом, причисленный к архиереям, как архиерей, и к мученикам, как мученик во славу Христа Бога нашего. Кончина святого мученика последовала около 818 года. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова